всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала ну сегодня в принципе у меня будет видео такое как бы сказать ни с чем традиционно не связано с другими видео на моем канале я такого формата видео ни разу не снимал тут что-то просто но захотелось просто снять вот и все то есть видео такое как я прикупился китайским барахлишком рыболовным вот вчера ездил на рынок у нас в городе хабаровская рынок китайский выборгская до всем известно как бы сказать там есть такие всякие разные магазинчики рыболовная у китайцев они стоят и просто в виде там как бы сказать около контейнеров продают там палаток своих и часть рынка уже нового рынка на уже крытые павильоны да и там есть два таких больших павильонах там на втором этаже почти весь этаж павильона занят вот этим китайским рыболовным барахлишком они там торгуют как-то как в оптом такие розницы и за я в этот китайские барахлишки как бы сказать можно сразу же увидеть тенденцию продаваемого товара на так как высадь в рыболовных мирах в это в рыболовном мире до который продает уже ну наши уже этот рыболовный мир у нас уже доносят до нас уже и более серьезные магазины вплоть до более серьезных именитых магазинов где торгуют одними брендами все равно они не брезгуют при закупиться вот на этих китайских барахлишках таких барахол очках вот зашел я посмотрел и заинтересовало меня по сути дела несколько определенных моментов я соответственно прикупил хотелось бы опять вот поговорить о ценах о ценообразовании китайского что-то дешево что-то они продают дорого когда им начинаешь объяснять что вот этой вещи как бы ну дорого проще еще добавить 100 рублей купить японская они не понимают они задают мне такой вопрос а что японская лучше то есть но люди китайцы они интересны то ли не дурочку включает туда у них такой интересный момент что они думают что они там уже действительно поднебесного их не и качество но неоспорима да вот увидел я такие цикады давно хотел себе очень мощные большие цикады вот 80 грамм и 60 грамм давно хотел попробовать что хорошо для наших речек да когда пробивается яма на большом течении да такие цикады должны ее просто глотать эту яму углубляться туда тем более я разговаривал с определенными знакомыми в сибири допустим в красноярском крае на такие большие цикады только на самодельные ловят и даже таймени где пробивает там на инисея там или еще где-то очень глубокие места с большим течением вот но у меня конечно интересовало это именно несколько таймень до наших таймени я и доберусь другим способом да но хотя тоже будет интересно попробовать такую цикаду на таймени да больше взял для амура для пробивания ям на амуре потому что действительно встает большой большая проблема заглубить приманку на большую глубину в такой реке как амур который имеет все таки немаленькое течение начинается она с горных речек до на слияние двух рек вот и конечно я думаю ну наверно стоит будет это все больших денег эти цикады когда я подошел и спросил сколько стоит цикада такая такая она мне сказала 200 рублей даже не торгуясь да просто мне китайцы предложили по 200 рублей штуку забрать без торга соответственно меня это как бы очень заинтересовало не знаю будет она работать или еще не будет работать фирма это дитя био смотрел уже в ю тубе есть видео и наши западные оппоненты дитя био воспринимает как хороший серьезный бренд некоторые даже его путают с японским дитя био это чистый галимый китай дешмановский так что не нужно ничего здесь из тебе создавать иллюзий что это что-то качественно или хороший товар вот соответственно когда я это все купил я еще в конце с торговался на скидку на то ли на 500 то ли на 600 рублей мне еще все это скинули соответственно они мне обошлись дешевле чем 200 рублей считать пропорционально я уже не стал сколько мне именно скидку относительно каждые вещи сделали ну не вещи а приманки вот выглядит это таким образом обязательно достану сейчас покажу мне очень интересно попробовать порыбачить весит она по факту 81 грамм я уже измерил на весах позиционируют они 80 грамм достаточно точно видите сделано такая глазурь очень прочная я пробовал царапать фига короче достаточно прочно эти залита такой глазурью с такой серебрячим серпантином или как правильно чешуйка сделано достаточно прочно но дело в том что окрасов было всего два вида которые я вам сейчас показываю достаточно толстая интересно будет она играть или не будет вот такая цикада крючки соответственно типа подобно рэм подбук тарьеры модели точно не помню но вот как коготь сделано соответственно это тоже понятно что это не оригинальные крючки это скорее всего китайские крючки подделка по донор но сделано очень четко в принципе не отличить даже в ноготь втыкается в принципе даже не отличить от оригинала понятно что это не оригинальные удары но очень очень качественно сделано вот таким образом выглядит вот этого цикада на 80 грамм обязательно хочу попробовать потому что у меня как бы тяга к большим тяжелым приманкам все-таки моя вот как бы сказать вот это вот ловля трофейная до крупная рыба она все-таки играет более большой вес чем рыбачить на маленькие приманки действительно почему бы в таком краю как хабаровский край не половить крупную рыбу пока еще есть возможность ее половить мелкую мы еще успеем наловиться надо ловить крупную вот такая вот модель 60 грамм весит она по факту 61 грамм тоже на 1 грамм они чуть-чуть обманулись тоже такая вот интересная штука видно такую минусик туповатый для каких-то целей чтобы по дну отбивать такого же размера крючки owner и понятно что они не оригинальные но очень хорошо подделаны вот с ними идут вот такие вот застежки это у нас цикадка весит 61 грамм тоже очень интересная такая штука я обязательно все это попробую на амуре порыбалить вот и попались мне вот такие вот пару воблер ков я спросил цену мне сказали 150 рублей принципе 150 рублей это 2 доллара с копейками почему бы не взять и не попробовать вот они тоже были всего в двух цветах таких вот я два цвета и взял вот видно что вес длина 3 8 сантиметра до длина вес 7 и 5 грамма погружение 1 метр как это будет выглядеть по факту трудно сказать но вес и длина я думаю около того я и взвешивал вес вот если написано 7 и 5 до грамм вес по факту оказалось 8 вот гублер мне понравился он интересненький вообще как бы люблю кранки да у него такая шумовая камера очень сильно когда перекачиваются сбоку на бок он издает такие шумы и продольная и поперечное качание все катается шариках он плавающий я уже не выдержал набрал дома в ванной воды положил его положишь на один бок шарики скатываются на одном боку лежит повернешь на другой раз шарики сюда перекатились он на одном боку для его проводил вроде проводкой нормально играет равномерно ванной конечно трудно сказать расстояние дистанции не хватает но он играет 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 то есть за эти деньги как бы меня поразило вот это вот все видно что такая лопатка есть такой курсовой стабилизатор вот он небольшой такой лопатка имеет также отбой от препятствий до усиленную часть ну он играет имеет право быть интересно попробовать обязательно буду пробовать смотреть потому что я как бы спускаюсь на китайские вот эти вот вещи до дешевые не из-за того что вот ну трудно стало жить и ум я себе не могу позволить более какие-то там дорогие вещи не у моих коробках есть много-много всяких очень именитых и брендов одних из самых дорогих набиты целые коробки но почему-то по факту я всегда люблю рыбачить недорогими приманками и недорогими супер катушками и супер спиннингами почему-то душу греет что-то такое ну не знаю совсем не то что стоит больших денег тем более по приманкам я у меня давно уже позитивное настроение к китайским брендам и производителям которые с каждым годом своего качества улучшает она работает и вот я всегда пробую захожу беру какие-то новинки пробую и смотрю имеют ли они право на жизнь раз наверно в год или два раза в год я появляюсь на этом китайском рынке и беру интересующие меня вещи я думаю обязательно я поймаю на них каких-нибудь линков это стопудово мне кажется если игра действительно их нас то они будут держать струю и не будет сбиваться на течение я обязательно покажу как они ловят линков вот прикупил такую вот коробочку коробочка видно вот с такими застежками это уже не первая моя коробка китайского на уже 1 в эксплуатации год находится такая видно что они так вот зажимается и она двухсторонняя с той стороны то же самое пальто внутри они имеют такую большую продунную структуру видите под воблеры очень хорошо положить большую приманку большую воблер именно для ловли трофейной рыбы соответственно меня то тоже привлекает и по мелочевке я уже положил эту коробочку я там еще прикупил мелочевочку такую часа и достану взял просто посмотреть что наши китайцы делают заинтересовали меня их их не появление новых всевозможных крючков да именно для муховязания вот они даже пишут fly видите стоит маркировка fly муха fly муха то есть вот такие крючки с виду выглядят вполне достойно вот в упаковке их 10 штук видите они разных номеров есть даже такие крючочки как именно для вязания нимб бакоплавов так называемых вот с таким изгибом шлимб так называемым посмотрите вполне выглядит очень прилично вот я думаю все таки связать на них мушки попробовать как они будут ловить жало достаточно вполне себе острова то видите втыкается в ноготь спокойно единственное что мне не понравилось это конечно не как бы проволока слабовато часа вам покажу где не как бы пытаются разогнуться вот ну так вполне себе должно выдержать мне кажется вот крючки такая упаковочка стоит 60 рублей 10 крючков это 6 рублей крючок да в принципе не дешево вот опять же вот я говорил в начале видео что что-то дешево что-то не очень я бы сказал для крючков такая цена 6 рублей такой китайский крючок это очень дорого потому что если я учитывая то что я покупаю примеру хайбусу fly до японские крючки тысячами учет обходится просто дешевле намного упаковка тысячи крючков крючок более высокого качества стоит он два раза дешевле даже больше чем два раза два с половиной раза дешевле то есть как бы китайцы конечно крючки продают необоснованно дороговато за эти деньги можно примеру пойти купить какой-нибудь там камаса на упаковке тоже будет 6 рублей крючок да то есть тут особого пункта нету покупать китайские крючки просто пойти и купить фирменный вот так же взял вот такие вот головки для муховязания вот сколько тут их штук не считал не стал заморачиваться но что-то спросил цену что тоже назвали такую цену тоже головка обходится не дешево проще купить тоже там тысячу головок будет дешевле тоже не дешево у них вот эта штучка стоит вот зато другой момент по материалу этого всякие разного такие вот цветные люрекс и шмулекс и они прилаз при разном этом повороте оттенка отдают разными оттенками видите такая штука стоит на них 50 рублей многие меня спрашивали помню зимой по муховязанию где они у китайцев продаются продаются дни у китайцев на рынке на выборгской большом величайшем ассортименте любых цветов любых этих стоит сущие копейки вот видите она даже отливается не знаю на камеру видно не видно да отливается под разным углом разными цветами как хамелеон также прикупил таких вот наклеек цветных для блесен я лично для муховязания для обвязки тройников купил видите они разные есть вот такие вот как чешуйка есть такой есть такой то есть каких хочешь стоит тоже абсолютные копейки также у них это есть вот намотана вот в таких вот как скотч вот такой вот небольшой такой ширины но вот это все есть еще и в лентах разноцветных намотан на каких хочешь протекции с рисунком вот такая вот штука это я взял что интересовало именно меня так куча всяких разных блесен куча всяких коробочек куча там всего что можно только желать и фонарики вполне себе есть и катушки и спиннинги и все что угодно вот меня интересовало такие вот моменты я вот себе прикупил ну вот уважаемые мой разговор подходит к концу я обязательно это все попробую и как-нибудь вам покажу видео или может быть похвастаюсь трофеями пойманные на эти приманки а кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями до свидания уважаемые до новых встреч